Тренируются наши дети, как и тренировались, 24 на 7. Нам скажут завтра в бой, мы готовы, мы едем, мы выступаем. Мир не закрылся от нас. От нас закрылась международная федерация. Мотивирует за страну, за флаг, гимн и так далее. Деньги мотивируют. Мы сохранили красоту, чистоту той художественной гимнастики, но не отстали по сложности и по мастерству с предметом от новых предложенных правил, для нас. Мне разрешили в Министерстве спорта объединить эти соревнования СНГ с нашей традиционной хрустальной розой, которую мы проводим уже больше 20 лет. Все очень ждут белорусские гимнасты у себя. Ирина Юрьевна, мы очень рады, что вы к нам пришли. И это наш скромный, очень скромный знак нашего безмерного уважения. Беларусь на пороге большого спортивного события. Художественная гимнастика, как вы планируете, как она себя там проявит, заявит, блеснет, если хотите. Ну, у нас сейчас жизнь постала в такие рамки, что мы готовимся. Хотят они этого, не хотят, но мы готовимся. И к чемпионату мира, который пройдет в конце августа, и к олимпийским играм, которые пройдут в следующем году. Поэтому мы выстроили свой план подготовки и готовимся к главному старту четырехлетия. А уже как он будет называться, мы в конце увидим. Но мы ничего не меняли в подготовке. Просто появлялись новые соревнования, новые названия. И мы к ним относимся с таким же уважением и трепетом, как к тем, к которым мы привыкли к чемпионату Европы и мира. Поэтому для нас как бы особо ничего не меняется. Но для страны, я думаю, это очень значимое событие. Я вспоминаю европейские вторые игры. И кто бы меня не спрашивал, я всем говорю, что это были лучшие для меня олимпийские игры. А я все-таки была, не знаю, на шести или на семи. И мы провели не хуже, чем те страны, которые брались проводить олимпийские игры. Европейские в Минске. Да, это было очень нарядно и красиво. Может, не способны это оценить люди, которые далеки от спорта. Но кажется, даже для них это был красивый праздник. Но уже для тех, кто в спорте и много чего увидел, есть чем сравнивать. Это было очень красиво и очень нарядно, и очень празднично. Очень значимо и торжественно. И вот все эпитеты. Но я говорю за виды гимнастики, потому что мы не выходили из Минской арены. Это были все виды гимнастики. Во-первых, это было шикарное действие, что все виды гимнастики были собраны под одной крышей. Даже для нас это редкие соревнования. Жалко, что сейчас не так. Но вот то, что сейчас планируется к проведению Минск. Но может быть, они подумают и объединят на следующие трети, которые будут в Баку, все виды гимнастики. И это очень красиво. Не должно все угаснуть. Все должно перейти просто на другой уровень. Но на фоне того, что сейчас происходит с Олимпийским движением. Я не знаю, вот вам как человеку, который всю жизнь отдал спорту. Ну ведь так. Вот наблюдать за этим всем, вот как кого. Вот когда политизируется спорт. Мы стараемся в эту сторону не смотреть. Потому что, вы понимаете, тренируются наши дети, как и тренировались 24 на 7. У нас нет праздников, у нас есть выходной, воскресенье. Поэтому мы ничего не меняли. Нам некоторые и не верят, и говорят, да не может быть, что в этом. Мы готовимся в своем режиме. Это вся политизация, это все хочется, чтобы детей не касалось. Потому что, ну, не верю я, что самая виноватая здесь, в этой всей сложившейся ужасной ситуации. Нет нормальных людей, кто поддерживает войну или операцию. Как бы и не называть, где есть что-то. Никто не поддерживает то, что когда гибнут люди. Конечно, но не допускать никуда художественную гимнастику, когда мы каждый день читаем. И там чемпионат мира идет с участием, и там чемпионат мира, и там чемпионат Европы с участием. И россиян, и белорусы, мужчины участвуют. Взрослые, здоровые мужчины. Самая виновата кто? Не знаю, художественная гимнастика. Алина Горнаськова. Самая, самая обязана. Почему? Ну, не нам в этом разбираться. Это и человеческий фактор срабатывает. И очень много, что там срабатывает. Мы стараемся в эту сторону не смотреть. Нам скажут завтра в бой, мы готовы, мы едем, мы выступаем. Но вот девочки-то тоже смотрят новости. Вам удается поддержать правильную атмосферу? Там, у себя? Да. Чтобы они вот... Мы ее уже удержали. Чтобы у них запал, не пропал. Ничего не пропадет. Для этого я там есть. Ничего не пропадет. Все полны. Идей, и мотивации, и задора. Только у кого здоровья хватает. Вот Настя Салас вывихнула колено. Ну, уже тут не до мотивации встать завтра. Но она мотивирована еще. Вдруг успею, вдруг смогу. Когда-то ваша воспитанница Марина Лобач. Ну, ваши отношения с ней, это тема отдельного вообще, наверное, даже книги. Ну, это мой родной человек. Сейчас она тоже рядом со мной в зале. И она тренера, Лина Горносько. Когда-то она, завоевав Олимпийское золото, прервала гегемонию болгарскую. Тогда такая была в художественной гимнастике. Если я не ошибаюсь, конечно. Олимпийская? Да. Гегемония не может быть, потому что Марина стала чемпионкой вторых Олимпийских игр, и куда была допущена художественная гимнастика. А первую Советский Союз бойкотировал, и поэтому выиграла канатка Лори Фанк. Так что на полноценных Олимпийских играх Марина Лобач, когда участвовали все без бойкотов, первая олимпийская чемпионка. Но если сейчас отбросить всю политику, забыть, что она каким-то образом влияет на спорт, хотя забыть об этом сложно, кто сейчас заправляет в мире художественной гимнастике? Кто гегемон? Ну, еще при участии России и Белоруссии, конечно, очень конкурентная борьба, серьезная шла между нами, Россией, и Украиной, и Италией, и Израилем, и Болгарией, и Испанией. Это все очень сильные страны, потому что везде работают российские специалисты, или белорусские, или украинские, или болгарские. Вот в основном-то эти четыре страны. Школы определили развитие гимнастики во всем мире, и уровень очень высоко растет. Мы, конечно, наблюдаем за ними, смотрим внимательно. Может, не так интересно нам, потому что время много отнимает, у нас своя работа есть, но мы поглядываем и смотрим. И фамилий достаточно среди гимнасток русских, белорусских, украинских. Мы их не различаем и не надо. Это наши дети славянские все. Это все уровень уже поднят. Он уже на этом уровне. Но сейчас без нас, как... Ну, мне, конечно, не понравилось, как ответила одна российская гимнастка, которая сейчас выступает за другую страну. Ничего не изменилось, просто стало на две гимнастки меньше России, на две судьи меньше. Неправда, это не так. То есть без России и Беларуси? Без России и Беларусь я сказала, просто стало на две гимнастки меньше, на две судьи меньше, на два врача меньше за шторкой. А так все осталось так же. Это неправда. Мы все равно не теряем свой уровень, мы держим его. И в это время вот этих технологий мы с вами тут на ютубе. Там живут все. Мы все-все видим, Все все знаем, все все судят, подключаются специалисты, судят наших гимнасток, выставляют эти оценки, смотрим мы, мои судьи тоже сидят, смотрят, судят, и мы бы там не потеряли лицо. Это не правда, что просто нет двух гимнасток, нет лидирующих гимнасток, и Алина Горносько бы украсила любые соревнования. И украсит еще, я уверена, не важно, как эти соревнования будут называться, она украшает любые соревнования. — А где вы сейчас находите место для выхлопа этой энергии, которая накапливается в тренировках зала? — Они очень нужны им зрители, они очень любят зрителей, аплодисменты, особенно такая, как Алина Горносько, для нее это вообще, она может просыпаться под аплодисменты, она умеет с ними общаться. — Мы находим такие соревнования, мир не закрылся от нас, от нас закрылась международная федерация, не потому что они нас не любят, а потому что, ну так там ситуация складывается. — Президент нашей международной федерации гимнастики, мой большой друг, даже я его братом считаю, Маринарева Танабы, но у меня к нему нет никаких претензий. — Раз он нас не может допустить, значит, что-то у него не получается, значит, где-то не складывается. — Там нет таких врагов, которые говорят, чтобы на духу их здесь, чтобы, ну, наверное, Украина только. Они обижены и на нас, и на весь, я бы тоже на их месте была, и расстроена, и обижена, поэтому их нисколько вообще не осуждаю. Понимаю их, потому что у меня, считай, вся семья в Киеве, и я все это прекрасно понимаю. Ну, мы стараемся их понимать, входить в их положение, не обижать, не мы с ними решаем. Не можем мы решить, если бы могли, мы бы все это вчера уже закончили, но мы не можем это. — Сделают это обязательно, и скоро, но другие люди. Поэтому наши дети святые в это верят и хотят там объявиться в любой момент. Сейчас они у меня выступали в Испании, и Алина сказала, что я готова ради этого не 24 на 7 тренироваться, а 28 на 8, понимаете? — Ради зала, ради зрителей. — Ради этой публики. Она там немножко в первый день подвернула ногу, и я ей уговаривала, Алина, только скажи честно, давай снимемся с финалов, потому что СНГ важнее. Это очень важное соревнование. И она утром встала и сказала, вы бы видели, а меня не выпустили, я сейчас не выездаю, вы бы видели эту публику, вы бы даже со сломанной ногой пошли. И я пойду. Она выступала ради публики, не ради оценок, не ради денег. Алине деньги не говорите даже ей. — Ну, а есть вариант... — Скажите, что будет публика, как в Испании, и она пешком туда побежит. — Это потому что в Испании они там экспрессивные такие? — Да, они такие умеют болеть в Испании. Были фанаты в Испании у Витриченки, у Лены, у Ларисы Лукьяненко, у Лобач. Это умеет испанская публика так болеть, итальянская и японская. А остальные так не умеют. Я даже сказала сейчас детям, создайте клуб болельщиков. Научите так наших болеть. Детям это будет интересно. Ну, пусть у них кровь по-другому там сворачивается. Я не знаю, что не так в этих детях. Ну, обычно они на трибуне сидят и кричат. Молодец, умница. Все. — Ну, видите, традиции боления это тоже... — А Испания умеет, ну, итальянцы умеют. — Этого мира. — Футбольные фанаты. А гимнастических фанатов очень много и в Италии, в Испании. Они очень часто за нами ездили по миру и приезжали сюда. Мы их всех знали в лицо. И вот для таких артистичных созданий, как Алина Горницкая, это на первом месте в спорте. Ради этого она готова терпеть все. Все операции, которые она принесла, все болезни, все, что на нас сваливалось с ней, ради публики. — А есть такой, ну, не знаю, вариант это или не вариант, это вы и скажете. Ведь это красивый вид спорта, зрелищный. И коммерциализация его. Раз федерация что-то там не хочет, то наверняка ведь в мире много коммерческих турниров нет, где можно выступать и показывать себя. — В художественной гимнастике нет. И моих гимнасток, меня лично, я за себя отвечу, это не заинтересует, это не мотивирует. Мотивирует за страну, за флаг, гимн и так далее. Нет, деньги их не мотивирует. Не получается. Они еще, может быть, я понимаю, когда он уже отец семейства, ему нужно семью содержать, деньги мотивирует, он обязан это. Они пока еще такими обязанными себя не чувствуют ни перед кем. У них нет семьи, нет детей. А ради себя, просто ради денег им это не мотивация. Им мотивация вот это обожание, вот эта любовь, вот эти аплодисменты, эти автографы, эти фотографирования, какие-то милые поделки, которые им дети дарят, они все это. Вот это они все обожают. Но это потому, что короткий промежуток в жизни. Деньги они всю жизнь потом будут зарабатываться. — Сколько длится? — Это не так интересно. — Сколько длится жизнь? — Всех по-разному. — Химик, художественный гимнаст. — Ну вот самая будет возрастная сейчас гимнастка, наверное, 29 было уже, Ситтостада выступала на Олимпиаде. А сейчас, мне кажется, и 30-летние уже где-то там в групповых могут быть. Была даже в болгарской команде какого-то далекого, не буду говорить точно какого года, 990, там, какого-нибудь пятого. Даже уже родившая ребеночка и пришла опять и выступала за команду Болгарии в групповом. Нет такой границы. Тебе исполнилось 25 лет, заканчивая. — Ну знаете, как балерины, например, они выходят на пенсию там очень рано. — Нет, у нас нет такого времени. Нет, у нас такого нет. Накапливается усталость, болезни, изнашивается нервная система и так далее. Каждый сам для себя это чувствует. Никто никого, если он чувствует, что не может, заставлять, не будет и не нужно. Но каждый хочет продлить подольше это любимое занятие. Желающих заниматься у вас стало больше, меньше, примерно так же. — Я думаю, что... — Это тонкий вопрос. — Это вы связываете с отсутствием международных стартов или с чем? — Это я в принципе. Но и в то же время, глядя на то, что происходит с международными стартами. Ведь я понимаю, например, родителей. Ведь давайте откровенно. Детей во сколько отдают к вам? — В 4-5. — 4-5. Ну это точно не решение ребенка. Это решение родителей чаще всего. — Но если ребенку не понравится, никакой родитель его не заставит ходить. Это очень специфический вид спорта. И не каждого ребенка, даже самой любимой мамой и папой, заставит каждое утро вставать, идти. И так напрягаться, как напрягаются дети в этом возрасте, и терпеть, и плакать, когда больно растягивают, и все, невозможно заставить. Значит, ей понравилось там. Если ей понравится, уйдет. Нет, родители... — Решение родителей предложить. Предложить ребенку попробовать. Правильно? — Да, конечно. Она должна в это влюбиться. Главное. А потом, конечно, если Боженька поцеловала именно в этом направлении гимнастики, балета, таких специфических видов спорта, где многое зависит от природы, от генетики, от всего, там уже каждый решает сам. Если ему очень сложно, очень трудно, небольшое количество соглашается так уж терпеть. Больше остаются те, кому дано природой. Он уже влюбился, конечно, но дано. Те, кто уже влюбился... — А что важнее вот в этом спорте? — Влюбиться. — Дано или... — На начальном этапе влюбиться. Мы сейчас даже... Раньше какие-то были такие мерки. Мы могли сказать, вот появилась девочка там в какой-то стране, вот вылитая Оля Гонтарь. Она очень долго была у нас как вот эталон. А правила трансформировались постоянно, и сейчас уже никто из нас и не знает, какой эталон в художественной гимнастике. Добавилась скорость, добавилась выносливость, добавилась верткость. Уже такие тонкие, длинные, как раньше славились советской школой. Они уже так и не могут. Надо кого-то уже... Ну, найти золотую середину. Так что мы сейчас совсем не ставим крест ни на каких. Если раньше могли сказать, что она должна быть очень тонкая, длинноногая, звонкая, прозрачная. Сейчас мы же так не говорим. Очень многие девочки показывают высокие результаты, не обладая тем, что я перечислила. Сейчас болгарка Николова, она метр сорок, по-моему, там ростом. И претендует на медаль Чемпионата мира. Но вам, как человеку, который в жизнь отдал, положил, скорее, так будет точнее сказать, на это все, вот глядя, вот девочки, там, 10 человек, вот вы быстро определите, кого Боженька поцеловал, а кому надо просто очень много трудиться. Вот в нынешних ситуациях с правилами, вот с новыми, с новой... Это новая художественная гимнастика. Мы как сами ей учимся новым правилам, новый вид спорта. Нет, мы сейчас так быстро это не определяем и не собираемся. И никому из молодых тренеров даже не советую. Потому что могут включиться другие какие-то способности, которых не хватает у тех, как мы привыкли оценивать по генетике, тонких, звонких и прозрачных. Ей не хватит усердия, не хватит старания, не хватит скорости, не хватит выносливости, много чего у них не хватает, у таких тонких, красивых. Но прекрасно, когда все сольется вместе. Ну, слава Богу, тогда... И тренер счастлив. Это уже Боженька поцелованный, дай Бог, и тренером, и ей вот только здоровье. Но сейчас очень мало таких, мало. А сильных, хороших гимнасток во всех странах много. И радует то, что очень много воспитанных белорусскими тренерами. Поэтому мы там как бы и не присутствуем, а с другой стороны мы там очень сильно присутствуем. То есть рука Минская, она там... Конечно. Нет, не рука. Это наши коллеги, это наши воспитанники, которые в разные времена разъехались по разным причинам, по разным странам. Мы с ними вместе шли по этой жизни в спорте и встречались. Но так как нас там сейчас нет, то мы за них особо болеем. Тогда мы больше конкурировали, а сейчас мы только болеем за них. И сейчас медаль на чемпионате молодежном Натальи Раскиной, нашей, которая с нами столько лет проработала. Ее дочка стала призером Олимпийских игр Юлия Раскина. И сейчас они вместе работают в Германии. И Юлина гимнастка, кстати, тоже россиянка, которая живет уже в Германии с родителями, получила золотую медаль с булавами взрослого чемпионата мира. И сейчас у Натальи Раскина юниорская, девочка-юниорка, тоже с русской фамилией, получила серебряную медаль. Но для нас они как белорусские медали. Я так и поздравляю их в СМС, куда я пишу, я пишу. Спасибо за белорусские медали. Они у нас все-таки присутствуют. Израиль весь в медалях, они просто молодцы. У них все, ну там, наша Наташа Шапира, наша Элла Самофалова растит их. Конечно, там уже выросло и новое поколение тренеров Аэли, там, израильская тренер, но они все равно будут вместе. Это белорусские, Анна Баранова сколько приносила медалей белорусских. Мы тогда конкурировали, а сейчас можем только болеть за французскую сборную. Их тренирует Аня Баранова. Мы сейчас радуемся за каждого белорусского тренера, у которого результаты. Потому что тоже частица нашей белорусской художественной гимнастики. Но я так и детей учу. Белорусская школа. Да. То есть это устойчивое понятие спорта. Вот в любой точке мира, ну хорошо, не в любой точке мира, не в любой точке мира, просто развита художественная гимнастика. Да, там где развита. А там где развита. И если ты говоришь «белорусская школа», все понимают, что? Да, сто процентов понимают. Что они понимают при этом? Все равно чем-то оно отличается. Раз есть слово «школа», то чем-то отличается. Мы вот по новым правилам сейчас смогли, но это не мое личное мнение, это мнение то, которое мне высказывают окружающие соперники. И те, кто за нас, и те, кто против. Ну они все не могут отрицать, что мы сохранили красоту, чистоту той художественной гимнастики, но не отстали по сложности и по мастерству с предметом от новых предложенных правил для нас. И, ну как они говорят, у нас получается у одних из лучших. Мы смогли это совместить, это радует. Читал ваше интервью то ли 9-го, то ли 10-го года, очень давнее. 9-ое? Да, ну очень давнее. Каким еще? Речь не о Олимпиаде, а речь. Вы тогда говорили, что ждете, ждете появления вот этого нового здания, этого комплекса для художественной гимнастики, который обещал президент, и по итогу оно появилось. Да, и мы его ждали ровно 10 лет. Появилось благодаря Александру Григорьевичу, потому что в далеком 2008 году интервью, может, вышло в 2009, но пообещали нам это здание именно в 2008 году. Ну, вы тогда говорили как раз, да, что нам уже пообещали, мы ждем. Когда была встреча после Пекина, мы привезли две медали, а это было очень красиво, и серебро Раскина, и серебро группового упражнения. И спросил Александр Григорьевич, что вам вот необходимо, самое необходимое. Сказал, нам бы какую-нибудь пристройку здесь, чтобы, ну, горячее питание было, какую-нибудь столовую, там, кафе, вот на Динамо, на Даума на 23. Пристройте, там есть место. Потому что одна микроволновка на 300 человек, как бы не очень полезное питание. ПП там не пахло. И он сказал, мы не настолько богаты, чтобы пристройками заниматься. Значит, надо построить. Надо построить там, где будет это. Чтобы это было. Ну, надо, чтобы было, где кушать детям, где помыться, где на Динамо этого все практически не было. Но дворец красивый. Нам выделили эту землю, еще покойный мэр города Павлов. Именно этот человек нам понравился, что рядом вода будет, что это красиво. Эстетику все время хотим детям в глазах держать. Это же эстетический вид спорта. Природа рядом, вода. Это будет очень здорово. Он даже пообещал нам, что будет у них собственный пляж. Нам эта идея очень запала. Но так как с деньгами в стране не всегда легко и хорошо, то это затянулось очень сильно. Но мы просто ждали. И дождались, что... Ну, сначала попросили минимизировать. Он все равно, я считаю, как тренировочная база. Строили чисто как тренировочную базу. Но мы смогли там обустроить так один зал, что он уже и соревновательный может быть. И я думаю, как тренировочная база, он все равно один из лучших в мире. Это однозначно. В Москве очень хороший дворец у Ирины Александровны, у Винер. Но он такой соревновательный. Там шикарные трибуны. Все, у нас этого, конечно, нет. Но как тренировочная часть, вот, наш не хуже, в чем-то лучше. Очень похожий дворец построила в Сириусе Алина Кабаева, Небесную Грацию. Очень похож на наш. Очень красивый, очень светлый, большой. Но у нее тоже есть соревновательная зона, чего не хватает у нас. Вот, которые минимизировали. У вас Минская арена через дорогу, пожалуйста. Но вы не в курсе, сколько стоит там провести соревнования? Минской ареной можно пользоваться, проводя чемпионат Европы, чемпионат мира. Проводить чемпионат школы, проводить чемпионат города, чемпионат республики, первенства. Олимпийские дни молодежи и пальцев не хватит перечислять, что мы проводим. А юную гимнастку, четыре тура, это ходить куда? В Минскую арену так нельзя. Так не получится. Это дорого. Но мы научились проводить у себя, и у нас получается красиво. И соревновательный зал, мы научились его оформлять. Превращается за два дня из тренировочного в соревновательный. И картинка, телевизионная картинка, и находясь внутри, достойная. Мы не жалуемся, мы не плачем. Стало в полном смысле новым домом? Вы чувствуете, что это ваш дом? Я думаю, что открыли... Как спортсмен, я имею в виду, как тренер, как спортсмен. Думаю, что открыли его 6 марта, а домом он стал уже 7 марта. Сразу? Конечно, но как нет? Это абсолютный дом. Абсолютный для всех. И для взрослых тренеров и работников, кто там работает. Там просто другие не задерживаются. Вот сейчас была экскурсия, там приезжала большая делегация из Казани. И он ходил, он будет там тоже что-то строить похожее. Он очень многим интересовался. И он все время повторял, что я не могу поверить, что вам уже 5 лет. 6-й год. В каком-то идеальном состоянии вы находитесь. И все-таки 5 лет это уже можно, потому что мы в идеальном состоянии его содержим. Мы говорили о школе. Замена есть? Вот продолжение. Есть люди, которые... Продолжение кого? Чего? Которые, если что, долгих лет, конечно, подхватят знамя. Конечно. Конечно. Кто? Я не буду сейчас называть. Это не одна, не две, даже уже не три. У меня много, но я не буду сейчас кому-то. Пусть они все хотят. Я хочу, чтобы они как больше можно хотели. И я не хочу, чтобы это кто-то прямо выделился, пошел. Я хочу, чтобы они потом все вместе жили очень долго и дружно. И сами разберутся. Но достойные есть и будут, конечно. Даже не сомневаюсь в этом. Это очень ценно. Самая молодая из них Алина Горновько. И она уже сказала, я хочу быть главным тренером. И буду не хуже, чем Ирина Юрьевна. Ну так Бог. Понимаешь? Дай Бог. Вот и все, вот весь ответ. Дай Бог. Минск в преддверии Игр СНГ порвете? Ну, знаете, когда меня даже Александр Григорьевич спрашивает, я никогда не говорю и не планирую результат. Я говорю только, что мы будем делать все, что возможно, и даже больше. А как получится, я не знаю. Но очень хочу, чтобы соперничество было серьезным, чтобы приехали все самые лучшие. пусть борются, пусть мы будем стараться все сделать на самом высоком уровне. Дети будут готовы, выйдут на пик. Но это же хотят все и готовятся так все. Ну, хорошо, девочки, как настроение? Кого надо рвать? Вы же видите настроение. Рвать надо собственные силы. Да, но хотя бы. Ведь спорт – это же борьба с собой. Они будут рвать, но никого остальных мы рвать не будем, будем за всех болеть. Чем они лучше будут готовы и лучше выступать, тем сильнее будут наши соревнования. А соревнования будут огромные. Мне разрешили в Министерстве спорта объединить эти соревнования СНГ с нашей традиционной хрустальной розой, которую мы проводим уже больше 20 лет. В этих тяжелых условиях нам ее даже приравнивают к чемпионату мира по результатам. Она каждый год, в последние годы собирала большое количество людей. Так вот, сейчас у нас объединенное соревнование СНГ «Хрустальная роза» будет начинаться. Мы только сейчас сделали уже расписание. Будет начинаться в 9 утра, заканчивается в 11 вечера. Без перерыва. Ничего себе. Да, у нас такие будут соревнования. Огромные просто. И приезжает к нам уже на СНГ 10 команд, 11-я даже, по-моему, что-то заявилось, 11 стран, а на «Хрустальную розу» 17. То есть вот вам и федерация. Да. И спасибо, что мне разрешили поменять индивидуальную программу на взрослых, потому что в Казани проходили юниорские соревнования, и групповое юниорское, и индивидуальные юниоры. Но я попросила министра, ну, пожалуйста, Сергей Михайлович, давайте поменяем, вот, ну, интерес прибавится, больше стран. Потому что время очень неудобное для художественной гимнастики, очень неудобное. Оно как раз после окончания молодежного чемпионата мира, и как бы всем странам хочется уже свои юниорские групповые распустить, отдыхать. Они довольно много отработали, отпахали. Но это в преддверии взрослого чемпионата мира, и не каждый захочет такую даль лететь, да еще под запретами, да еще нарушая какой-то временные перелеты и все. А какие трудности сейчас с перелетами и с деньгами, и со всем. Я знаю, как нам тяжело летать, но им точно так же. Вот Вьетнам отказался только потому, что не нашли денег на перелет. Они очень хотят к нам, очень, они просто вот, уже, говорят, пешком бы дошли до вас. Не нашла вот страна им. Я даже обращалась к послу. Может еще что-то изменится, вот мы ждем эту 11-ю заявку. Может быть, им найдут деньги на перелет. Потому что перелеты стали, ну, гигантские просто. Все все понимают, очень. Далеко и дорого все становится летать. Но многие, не знаю, где нашли их, что они делали для этого, на какие-то чудеса свершили, но они к нам прилетают. Поэтому мы всегда тоже готовы их отблагодарить и тоже сделать невозможное. К ним вот с ответным визитом приехать, потому что все очень ждут белорусских гимнасток у себя. Реклама. Сейчас уже реклама крутится. Приезд до Горнойской и Салас в Китай, который будет только еще в конце августа. А там уже реклама во все идет, уже нам все это присылают. Мы все это уже видим. Ирина Юрьевна, спасибо вам. Очень рада. За то, что в плотном своем тренерском графике нашли время для этого разговора. Поэтому я так долго и быстро говорила, чтобы быстрее закончить. Удачи вам, не только на этих играх. Хотя на этих играх, безусловно. Вот чтобы, несмотря на все сложности, которые сыпятся справа, слева. Знаете, когда так происходит, я все говорят, а когда было легко? Вы знаете, что никогда не было легко. Всегда были другие сложности, их все равно приходилось преодолевать. Вы это с успехом делаете уже много-много лет. И дай вам Бог здоровья крепкого и удачи в ваших делах и вашей команде. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok